Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Константин, а вы на канале компании HotPanel. В этом видео я вам покажу, как подключить терморегулятор к электрической нагревательной панели, а также как правильно установить датчик температуры. К панели можно подключить абсолютно любой терморегулятор любого производителя. В этом видео подключать будем терморегулятор производства компании HotPanel, модель регулятора GVD-401. Способ пантажа накладной. Каждая панель имеет два технологических люка. Один люк и второй люк. В лючках спрятана проводка. С помощью технологических люков панели соединяются между собой. В любом люке вы увидите набор проводов. Красный и синий провод это шина питания. Зеленый провод заземления. Желтый провод шина заземления. Для удобства монтажа каждый провод имеет надрезанную изоляцию. Это очень удобно, так как не у всех в наличии имеется. Инструмент для зачистки изоляции. Убираем. Изоляцию. Все. Как я сказал ранее, для подключения подойдет абсолютно любой терморегулятор. Это может быть программируемый, это может быть механический. Способ монтажа может быть как встраиваемый, так и накладной. Место установки терморегулятора зависит от вас. Вы можете установить его в любом месте. Если у вас дом или квартира находится на стадии ремонта, это конечно гораздо проще. Вы можете установить терморегулятор в одном ряду с выключателями, с розетками, там где вам удобно. У любого терморегулятора имеется стандартный набор клемм для подключения. Обычно они находятся сзади. Данный терморегулятор имеет болтовое соединение электрических проводов. В нашем случае я заранее подготовил вилку для подключения к электрической сети 220 вольт. В вашем случае может быть терморегулятор подключен через индивидуальный автомат. Если у вас дом или квартира на стадии ремонта, обязательно подключайте терморегулятор через отдельный автомат. Это может быть УЗО или ДИФ автомат. В нашем случае мы подключим терморегулятор к обычной вилке для дальнейшего подключения сеть в розетку, в переноску, куда угодно. Обязательно используйте трехужильный кабель. Это фаза 0 и заземление. Подключение земли к электрическим нагревательным панелям обязательно. В данном случае я подготовился. Вилку подключаем. Сейчас я подключил фазу и 0 для подключения терморегулятора к сети 220 вольт. Обратите внимание, что ни в одном терморегуляторе вы не найдете третью клемму для земли. Землю придется ввести отдельно напрямую в вашу электрическую сеть. Практически все корейские терморегуляторы имеют хорошее болтовое соединение. Подключаем к терморегулятору сенсор, датчик температуры. В этом терморегуляторе имеется возможность подключить и датчик пола и датчик воздуха. Это очень удобно, когда вы хотите контролировать температуру и панели, и температуру воздуха. Согласно инструкции датчик пола подключается к левым клеммам, датчик воздуха подключается к правым клеммам. Но в нашем случае мы подключим только один датчик, датчик пола. Забегу немножко вперед и скажу, что терморегулятор ход панел может работать даже без датчика пола и без датчика воздуха. Подключаем датчик пола. Подключили датчик пола. Теперь необходимо подключить электрическую нагревательную к панели к терморегулятору. В моем случае для подключения терморегулятора к электрической панели я воспользуюсь небольшим куском кабеля. Обратите внимание, что от вилки идет желто-зеленый кабель. Это заземление. И от панели идет также желто-зеленый кабель. Мы их соединяем вместе. Обратите внимание, что желто-зеленый провод, провод заземления, соединен напрямую между проводом, идущим от электрической панели к вилке. Теперь подключим электрическую панель к кабелю, ведущему к терморегулятору. Для надежного соединения электрических проводов я рекомендую два способа. Первый – это опрессовка. Опрессовка подразумевает собой металлическую гильзу. Это металлическая гильза, которая зажимается специальным инструментом. У каждого электрика должен быть такой набор инструментов. Второй способ использования клеммника ФАГО. Клеммник ИВАГО можно купить в любом строительном магазине. В данном случае воспользуемся самым простым вариантом – двухпроводной клеммой. Соединим синий провод панели с синим проводом терморегулятора. Берем вторую клемму, отжимаем пластиковые зажимы и соединяем также один провод от панели, второй провод, красный. Третью клемму используем для соединения земли. Также отжимаем пластиковые зажимы на двухклемные. Готово. Желтый провод не используем. Желтый провод надо использовать в том случае, когда у вас к терморегулятору подключены две и более панели. В случае с одной панелью желтый провод бесполезен, потому что он просто-напросто передает землю от одной панели ко второй, третьей, четвертой и так далее. Очень важный момент. Обратите внимание, что, как я показал ранее, панель имеет два лючка. В каждой панели для удобства монтажа надрезана изоляция. Обязательно откройте второй люк и изолентой изолируйте надрезанную изоляцию. Желтый и зеленый кабель изолировать не обязательно. Важно изолировать фазу и ноль, красный и синий провод. После того как мы соединили силовые провода, нам необходимо правильно установить датчик температуры. Задача любого терморегулятора заключается в том, чтобы контролировать и регулировать температуру на поверхности теплого пола. Для его корректной работы необходимо правильно установить датчик температуры. Электрическая нагревательная панель имеет специальное место для установки датчика температуры. Где находится специальное отверстие для установки датчика температуры? Это отверстие находится в левом технологическом люке. Оно обозначено черной стрелкой, выдавленной в пластиковой пресс-форме. Обратите внимание, что отверстие находится только в левом люке, в правом люке. Вы можете увидеть направляющую стрелку, но отверстия для установки термодатчика там нет. Берем температурный датчик и вставляем внутрь панели на глубину 15-20 сантиметров до упора. Для чего это сделано? Если бы мы установили сенсор термодатчика непосредственно на люк, где нет нагревательных элементов, то температура в люке не будет соответствовать температуре внутри нагревательной панели между нагревательными элементами. Чтобы было более понятно, я вам покажу панель в разобранном виде. Вернее, саму пресс-форму, которая находится внутри панели и сам желобок, куда вставляется датчик температуры. Вот примерно так. То есть слева и справа в каждой панели находятся вот такие пластиковые пресс-формы. На 20 сантиметров идет специальный желоб. Представим, что этот люк здесь. Тогда будет более понятно, как все это происходит. Как выглядит эта стрелка? Вот эта стрелочка и она показывает на желоб, куда вставляется термодатчик. Другими словами, по направлению со стрелкой мы до упора на 15-20 сантиметров внутрь. Внутрь засовываем этот датчик. Внутри панели он непосредственно соприкасается с внутренней стороной алюмацинкового сплава и наиболее точно показывает текущую температуру. вставляем датчик обратно внутрь панели. Готово. Все готово к работе. После этого мы закрываем технологические люки. И панель готова к работе. Продолжение следует... Продолжение следует...